А потом цивилизация либо государство само себя рушит. Ну, вообще, как это связано с концепцией нашей, если так, еще не все о ней знают. Если кто говорит, как пойдет процесс вообще, я специально вот некие параллели такие даю. В настоящее время, вот сейчас заканчивается уже курс социологии, наука об обществе. В Коране тоже есть определенная социология, но она слабее, чем в Библии, к сожалению. Но это альтернативная Библия социология, наука об обществе, как надо жить. Вот в Коране во многих местах сказано, мы не наказывали, пока не давали информацию. Либо не разрушали что-то, либо какие-то действия не предпринимали свыше, пока люди не получили информацию, ясно. Понятно, да, вот, как это стыкуется и с сегодняшним днем. А потом уже, как люди себя поведут в отношении этой информации. И здесь тоже сказано, мы не губили селения без того, чтобы ему не было известного начертания. Ну, то есть, что хорошо, что плохо, слышу. Ни один народ не опередит своего предела и не отсрочит о них. Сказали они, о ты, которому не способ напоминания, ведь ты одержимый. Почему ты не придешь к нам с ангелами, если ты исправеден? То есть, почему ты не покажешь чудеса? У нас есть люди в концепции, к сожалению, тоже, которые говорят, у вас уже там 20 лет это все, и ничего, никаких сдвигов. Бог отвечает так, мы не посылаем ангелов, иначе как с истиной, и тогда не будут они из тех, кому отсрочивается. Ведь мы не посылаем напоминания, а ведь мы его и охраняем. Это свыше. Если бы мы пожелали, мы бы, конечно, унесли бы то, что открыли тебе. И в другом месте сказано еще, если мы пожелаем, то от имени Бога, естественно, то все люди станут верующими, стали бы верующими. Ну, а тогда зачем, какой смысл этого самоуправления? Вообще, в Коране во многих местах сказано, что Бог не нуждается в мирах. Вот есть такая версия, что Бог создал этот мир. Мне недавно нам прислали тоже на сайт, что Бог создал этот мир для того, чтобы... Он не справляется с управлением. Создал этот мир для того, чтобы люди создали такое общество, чтобы потом помогать Богу справиться с управлением каким-то. Такой бред прислали. Вот в Коране сказано, что Бог не нуждается в мирах. И миры, и творения – это милость свыше. И шанс, данный людям, ну, приблизиться к Богу и стать управленцами. Для этого нужно воспитать в обществе определенную нравственность. То есть земля дана людям, сказано тоже в Коране во многих местах, то землю получат только те, кто праведный в результате. Но сейчас есть механизм, он виден, хотя бы через демографию это будет происходить. Вне зависимости от национальности. Если написано русский, либо мусульманин, вот, а человек ведет себя неправильно, вне зависимости от национальности. Потому что, что русский может быть, что мусульманин не соответствует ни то, что Корану, ни чему вообще. То есть Бог сказал, что землю он создал для помощников своих, и только они ее получат. И что Бог – самый главный покровитель. Больше других нет. Единственный и главный. Поэтому очень много места уделено в Коране тому, что пророк был неодержимый, а он выполнял волю, как мог. Потому что это был самый нравственный человек на то время в Аравии. Напоминай же, ведь ты, по милости твоего Господа, не прорицатель и неодержимый. Прорицатель переводится как гадатель или шарлатан. То есть напоминай всем, что ты не шарлатан и неодержимый. Во многих очень местах. Ну, практически пророк начал свою проповедь в 40 лет. Достаточно поздно. То есть это возраст, когда уже человек зрелый, имеет жизненный опыт и практически как самый продуктивный для мужчин возраст. Где-то вот с 40 лет до 60. Для мужчин. Ну, в то время было раньше. Может, там у них было от 30 до 50 лет. Меньше жили. У женщин раньше это немножко продуктивный возраст. Ну, и практически, смотрите, теперь вот. Первые три года, ну, он начал проповеди. Тут много можно всяких. Вот у нас в подробности все написано. История становления ислама в четвертой книге. Еще полчаса где-то, наверное. Первые три года призыв к единобожию осуществлялся почти тайно. Да, интересно, что проповедь такая до первых результатов, до признания, до юридического признания ислама в Аравии, в Мекке, в частности, длилось 18 лет до юридического признания. Начинали они как подпольщики. Первые три года призыв к единобожию осуществлялся почти тайно. Число первых мусульман около 40 человек. Вот три года. Вначале было принято в Мекке с насмешкой. Ну, представьте себе, вылезает какой-то для них совершенно неподходящий дяденька и начинает говорить, что Бог один, а не много богов. И жить надо иначе. Не должно быть социального расслоения, там сказано в Коране об этом. Должна быть община, призывающая к добру, удерживающая от неодобряемого. Эти счастливы только. Все остальные несчастливы. Ну, Иисус тоже самое говорил. Реальный. Вот. И иерархии не должно быть. Кстати, в исламе, вот, в исторически сложившемся исламе, иерархия нету, духовной и духовенской иерархии нет. Там выборное лицо. Ну, как происходит на самом деле, конечно. Вот, это вопрос. Но такого нету. Никаких систем посвящения нету там. Если в христианстве целая система посвящения, в духовный сан, ну, начиная от крещения там и заканчивая, то в исламе систем посвящения нет. Поэтому они стараются как бы придерживаться Корана, рекомендации Корана, жить общиной там. Ну, понятно, что в первые же сто лет ничего из этого не получилось. Но, значит, признание Мухаммада в качестве пророка практически означало бы потерю монополии на, вот, правящей верхушкой Мекки, на религиозный центр, на Кааба. Он приносил тогда очень большой доход, потому что это был один из транспортных, информационных и финансовых путей, соединяющих Византию, Персию и другие государства Европы. Вот. И числа имущих не устраивала мораль новой веры, естественно, потому что она призывала, так сказать, немножко более умеренно и делиться с неимущими, так сказать, равенства во всех отношениях. Насколько это можно было тогда понять. Ну, вот такие реформы, я уже говорил, она одна из реформ таких была в Египте в 14 веке, это фараон и хнатон. И вообще есть мнение такое, что египтяне изначально были верили в единого бога, судя по гимнам, но скрывали это от толпы. А для толпы это зверинец богов сначала был, потом они человекообразными стали, и уже в первом веке до новой эры опять к зверинцу вернулись, то есть для толпы боги с мордами крокодилов, кошек и так далее. А сами они исповедовали единобожие, египтяне. Во всяком случае, это видно по некоторым отрывкам книги мёртвых Египта и реформе Эхнатона. Он тоже единобожие ввёл. То есть он открыл это, а потом опять это закрыли. В системе религиозного ОМОНа. Но суть не в этом. Во всяком случае, вот эта попытка, самая чистая вера единобожия, это Коран. Потому что в Новом Завете никого единобожия нет. Там бог-отец, бог-сын. Бред. К сожалению, так. И что такое российская толпа сейчас? Её не интересуют эти вопросы. Коран борется с идолопоклонством во многих местах. Но Бог говорит, что пророк был, конечно, слабый. Вот в Коране сказано от имени Бога. Пророк был слабый, воли маловато было. И вот сказано, что когда он начал проповедь, такое, близки, они были к тому, чтобы соблазнить тебя, неверные, от того, что мы внушили тебе. Прямо сказано, внушили. То есть он взял на себя миссию. Души.